В городе Минске Объявлен сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям при Мингорысполкоме. Проведено ее заседание, на котором заслушаны руководители коммунально-технических служб и главы администрации о готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Распоряжением председателя Мингорысполкома на территории города Минска введен режим функционирования территориальной подсистемы ГСЧС «Повышенная готовность». Завершен комплекс организационно-технических и подготовительных мероприятий. Вопросы незамедлительного реагирования и подготовки к действиям в неблагоприятных погодных условиях рассмотрены на заседаниях районных и объектовых комиссий по чрезвычайным ситуациям. На территории республики введен чрезвычайный режим функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Распоряжением председателя Мингорысполкома введен в действие план оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными условиями в зимний период – Пурга. Данный план разработан на основании опыта ликвидации последствий прохождения на территории города Минска циклона «Хавьер» в марте 2013 года и позволяет незамедлительно мобилизировать все городские службы, а при необходимости и население для реагирования на выпадение обильных осадков в виде снега, метелей, снежных заносов, а также резком понижении температуры в зимний период. В ходе проверки реальности разработанного плана Минским городским управлением МЧС проведено информирование населения города Минска о проведении учений. Подразделения МЧС столицы выполнили развертывание штаба руководства для координации взаимодействующих организаций и осуществляли необходимые аварийно-спасательные работы. Подразделения ГУВД Мингурсполкома осуществляли пропускной режим в зонах проведения работ, оповещение населения через имеющиеся технические средства, установленные на транспорте, охрану общественного порядка в местах образующихся заторов, мониторинг состояния дорожного покрытия в городе Минске. Также сопровождение колонн снегоуборочной техники, проверку оснащения большегрузной техники для работы в сложных погодных условиях, выставление постов регулирования дорожного движения, организацию движения общественного транспорта по объездным маршрутам. В соответствии с наращиваемой обстановкой в Минстранс поступила информация о поломке маршрутного автобуса, в результате чего на Партизанском проспекте образуется затор. Аварийные автомобили Минстранс прибыли для буксировки аварийного транспортного средства в автобусный парк. Кроме того, работниками организации осуществлялась разработка и обеспечение мероприятий по перевозке пассажиров из мест заторов с выделением дополнительных единиц транспортных средств и заменой троллейбусных маршрутов автобусными. В местах образовавшихся заторов определены объездные маршруты с учетом складывающейся обстановки, отработаны вопросы информирования населения об изменениях в маршрутах движения городского транспорта. При ухудшении движения наземного транспорта решено перенаправить пассажиропоток в метрополитен, организовать сокращение временного интервала между движением поездов до двух минут и информировать пассажиров о безопасных направлениях и порядке перемещения на станциях. Силы и средства Минской городской организации общества Красного Креста осуществляли привлечение волонтеров для оказания помощи населению города в условиях низких температур. Было проведено развертывание пункта обогрева для пострадавшего населения, в котором совместно с Главным управлением потребительского рынка Мингородсполкома организовано питание и горячее питье. Также был сформирован отряд быстрого реагирования, оснащенный спецсредствами для взаимодействия с органами МЧС по проведению поисковых работ и оказанию экстренной помощи пострадавшему населению. Горьемавтодор Мингородсполкома направил силы и средства, исходя из фактической оперативной обстановки, для проведения работ по очистке улиц от снега, установки ящиков с песком у дорог, имеющих уклон и подверженных наибольшему обледенению в зимний период. Организовано введение в расчет дополнительной техники от организации города для обеспечения круглосуточных работ по уборке снега, а также бесперебойное снабжение горюче-смазочными материалами и ремонт снегоуборочной техники. Республиканское унитарное предприятие «Беларусьнефть-Минскавтозаправка» обеспечило доставку канистр к местам заторов для распределения нефтепродуктов. Подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь при помощи инженерной техники осуществляли разграждение и создание дополнительных объездных путей, а также буксировку неисправных транспортных средств. На базе учреждений образования и здравоохранения созданы соответственно безопасные районы и пункты оказания экстренной медицинской помощи, которые расположены в непосредственной близости от второй линии Минского метрополитена для эффективной доставки пострадавших. В безопасных районах созданы условия для длительного пребывания населения вплоть до возобновления работы общественного транспорта и устранения опасных факторов чрезвычайных ситуаций. Другие организации, задействование которых предусмотрено планом ПУРГА, выполняли возложенные на них функции по ликвидации последствий выпадения обильных осадков в условиях функционирования территориальной подсистемы ГСЧС в чрезвычайном режиме.